Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Гайене, и вы находитесь на моем канале, который посвящен французскому языку. И сегодня у нас с вами разговорная тема и тема фразеологизмов и сленга одновременно. Мы разберем с вами несколько выражений и узнаем, как два слова «грабли» и «пиджак» могут быть связаны между собой во французском языке. Рассматривать мы всё будем, как и раньше, на примерах и затрывках из передач, фильмов, скетчей, песен. Так что, думаю, вам будет интересно. Ну ты полегче со своими граблями! Грабли. Грабли по-французски будут «un rato». Обратите внимание, грабли в русском языке – это множественное число, а во французском – единственное. «Un rato». Итак, слово «грабли» мы употребляем не так часто, оно нам, в принципе, не особо и нужно. Разве что детям может пригодиться на пляже, либо осенью собирать листья. Но у французов есть устойчивые выражения со словом «грабли». И звучит это выражение как «se prendre un rato». «Se prendre un rato». То есть, как бы взять на себя грабли. Не думайте, что это несёт тот же самый смысл, что и русская фраза «наступать на одни и те же грабли». «Наступать на одни и те же грабли» – это значит повторять одну и ту же ошибку. И у французов, насколько я знаю, эквивалента этого фразеологизма нет. Французы говорят «repêter toujours la même erreur». Повторять всегда одну и ту же ошибку. А вот выражение «se prendre un rato» означает «потерпеть неудачу при попытке флирта знакомства с кем-то противоположного пола». Да, французы такие романтики. «Se prendre un rato» – «потерпеть неудачу при попытке знакомства с кем-то». Французы говорят «потерпеть неудачу при попытке фразеологизма с кем-то противоположного пола». Французы говорят «потерпеть неудачу при попытке фразеологизма». Французы говорят «потерпеть неудачу при попытке фазеологизма с кем-то противоположного пола». Также из выражения «отщить кого-то». Когда вы уже кого-то отщиваете, это будет глагол «метьте кому-то граблями». То есть, «дать кому-то граблями». Действуя слово «метьте у кого-то». Я ввели, клачу, 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 клачу. Ой, non! Как вы Warszатуре Мой у девушки, не придумали? Как отщить девушку и при этом не обидеть её? Comment mettre un râteau à une fille? Как отшить девушку? Итак, если se prendre un râteau, это получить на себя то, что вас отшили, да? То есть получить, потерпеть неудачу при знакомстве. Il se pris un râteau. Он потерпел неудачу при знакомстве. То mettre un râteau à quelqu'un, это отшить кого-то. Il a mis un râteau à Caroline. Он отшил Caroline. Il a mis un râteau à Caroline. Il lui a mis un râteau. Он ее отшил. Также обратите внимание, слово « un râteau», как « грабля», употребляется также во французском значение существительного отшивания. То есть неудача при флирте, как существительное. Comment он survит на рâteau? Comment он encaisse на рâteau? Когда она любит так много, она говорит « нет». Она говорит просто « нет, это не возможно». От этого даже есть песня у французского певца Беннабар, которая так и называется «Le râteau». В этой песне, шуточной песне, он поет про разные виды того, как отшивают людей. Поэтому, если вам интересно, кликните на ссылку в описании. Я оставлю ссылку на клип. И можете поискать слова песни и почитать. Там вы увидите значение « râteau», как существительное значение «отшивание». Ну, про грабли мы поговорили. Хочу также затронуть несколько других сленговых слов по этой теме. Если «se prendre un râteau» – это «получить неудачу при попытке знакомства», « mettre un râteau» – это «отшить кого-то», то есть еще один глагол во французском «larger quelqu'un» – это тоже «кого-то отшить». Это просто глагол первой группы, уже не фразеологизм, а глагол «larger quelqu'un». «Elle va te larger» – она тебя «отошьет», она тебя «пошьет». «Elle va te larger». И из серии «знакомств» также давайте возьмем глагол «drager». Это тоже такой сленговый глагол. «Drager» означает «флиртовать», «пытаться познакомиться с кем-то». «Drager quelqu'un». Например, «il essay de la draghe». «Он пытается с ней познакомиться». На дискотеках мальчики любят знакомиться с девушками. «Подкатывать», вот, «drager». Хотя слово «подкатывать» в русском языке достаточно такое уничижительное, не знаю, грубовато, сленговое. «Drager» более нейтральное, оно не прямо-таки суперсленговое, то есть его можно употребить в обычной речи, оно означает «знакомиться», ну, «подкатывать». «Oh, bébé», «Oups, mademoiselle», «je veux pas vous draguer», «promise, Юре». «Pourquoi draguer une fille dans un quelconque бар où elle passe du bon temps, nul comme ça?» «Con этого, кстати, есть значительная». «Une draghe», это как значительное знакомство, да, попытка флирта, «une drague». «Drager», «mec, я suis tellement une quiche en draghe, t'as pas des trucs qui marchent à tous les coups, toi?» Je vais te donner quelques techniques de drag. Я дам тебе несколько техник знакомства, как знакомиться с девушками, ну, или с парнями. Есть даже такое видео у знаменитого французского блогера Normand, которое так и называется, technique de drag. Если хотите, можете его посмотреть, его легко найти в YouTube. И ещё одно слово, dragueur, это человек, который пытается знакомиться, то есть бабник, да, если мы говорим о мужчине, c'est un dragueur professionnel, он настоящий бабник. Ну и женский род «драгueuse», хоть употребляется всё-таки по-реже, драгueur употребляется чаще. Есть ли глагол «драгue» всё-таки чуть-чуть такой слэнгар и то, чтобы сказать более литературным, нормальным языком, знакомиться с противоположным полом, попытаться найти общий язык с противоположным полом, выражение «аборде une femme», «аборде une fille», «кому аборде une femme», «как познакомиться с девушкой», «женщиной». «как познакомиться с девушкой». Вы, наверное, заметили, за это время, пока мы разобрали с вами вот эти основные слова, я брала отрывки из одного и того же скетча. Я скину на этот скетч ссылку в описании. Это видео самого знаменитого французского блогера, Cyprien. И как раз в этом видео употребляется очень много слов, которые мы сегодня с вами и разобрали. Поэтому, ну, юмор там, конечно, черный, но видео правда смешное. Советую вам включить его, включить субтитры, потому что к видео есть субтитры в YouTube, да? И попробовать услышать все эти выражения, которые мы с вами сегодня разобрали. Это будет ваше домашнее задание. Итак, мы разобрали все, что связано с граблями и сленговыми словами вокруг знакомства и закончим мы с вами выражением про пиджак. Да, я же говорила, у нас грабль, сегодня и пиджачок. Где такой пиджачок рванули? А что ему надо сделать? В Сингапуре. Есть еще такое выражение, se prendre une veste, или просто prendre une veste. Я встречала его и в возвратной форме, и в невозвратной, местоименной, да? Я так понимаю, употребляется и так, и так. И означает это то же самое, потерпеть неудачу при попытке знакомства флирта с кем-то. Se prendre une veste. Il se prie une veste. Он потерпел неудачу при знакомстве с кем-то. Он потерпел неудачу. Он потерпел неудачу. Он потерпел неудачу. Вот как так. Пrendre une веста, д'оù vient эта экспрессион, а вы имеете идею? Как «предь унидачу» означает «предь унидачу», «предь унидачу»? «Предь унидачу»? «Предь унидачу»? Я думаю, что у нас должно быть историей. А вот так вот. Кстати, вот тут вы тоже увидели отрывки из одной передачи. Там, конечно, еще разгорается этимология этого выражения. «Серпредь унидачу при этом. Либо рассказывать». Это тоже будет ваше домашнее задание. Найдите ссылку в описании вот на это видео, которое было на экране. И попытайтесь понять объяснение. Какая же этимология этого выражения «Серпредь унидачу». Как бы забрать свой пиджак. И почему это взяло такое значение. Потерпеть неудачу при флирте. Итак, на этом наше сегодняшнее видео подходит к концу. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Чтобы вы узнали что-то новое. Ну и подняли себе настроение. На самом деле выражения очень забавные. Не забывайте, если видео вам понравилось, обязательно поставьте под ним лайк. И поделитесь с друзьями в соц сетях. Это лучший способ, чтобы поддержать меня и мой канал. И сказать спасибо за мою работу. НУБЛИЕ ПАДУ ВУЗАБОНЫЕ А МАШЕНЫ СУР ТЕЛЕГРАММ. Ссылка на мой канал Телеграмма будет в описании под видео сейчас на экране. И напоследок, если кого интересуют уроки по скайпу со мной, наверное, вы знаете, что можете обращаться ко мне на e-mail, который сейчас указан на экране. И также будет в описании под видео. На этом все. Большое спасибо. До следующих встреч. Мярси БУКУ. ОВАЙ ВАР. АТУСЬ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова